МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. Мы начинаем работу нашу сегодня. У нас выступит Аркадий Александрович Попов. Давайте его поприветствуем. Добрый день. Аркадий Александрович, вы скажите еще раз, здравствуйте, студенты. Здравствуйте, студенты, здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Я расскажу о том, как появилась наука-математика и та ее часть, которая больше касается геометрии, поскольку, собственно говоря, эта наука, наверное, развивалась одна из первых, ну, помимо астрономии, которая тоже, по-видимому, была одна из первых наук. И вот первый слайд моей презентации, который вы можете посмотреть, это слайд, посвященный тому, как наука вот такая, как геометрия, появилась вообще. Ну, понятно, что люди должны были строить дома. Они строили достаточно сложные сооружения типа храмов. И для этого нужны были какие-то навыки и умения. Ну, и вот то, что вы видите вот здесь, в качестве первого примера, это, например, как можно было бы отложить прямой угол. Люди могли, наверное, это делать. Вот если взять такую вот веревочку, которую вы видите, на которой отмечены вот такие отрезки, и вот сложить ее вот таким образом, то тот угол, который вы видите вот здесь, вот он будет прямой. Ну, в силу того, что вот известно, это самая теорема Пифагора, если кто-то о ней слышал. То есть сумма квадратов. А спросите, кто слышал о теореме Пифагора? О, пожалуйста. Модераторы быстренько с микрофоном, побыстрее. Сумма квадратов в качествах равна квадрату гипотенузы. Ну, действительно, когда говорят Пифагор, эту теорему доказывал, он вот это вот слово квадрат, он действительно строил квадрат. То есть строил квадрат со стороной, равной вот этому вот катету. Вот такому вот. То есть вот сюда откладывал квадрат, сюда откладывал квадрат, здесь строил квадрат. И вот площадь этого квадрата, построенного на двух катетах, вот сумма двух площадей этих квадратов, совпадала с площадью квадрата, построенного на гипотенузе, вот со стороной, равной этой гипотенузе. Действительно так оно было, и это было замечательное утверждение. И люди этим пользовались. Они научились вообще, что такое площадь. То есть площадь это было нечто такое, что можно было сказать, что площадь вот этой фигуры равняется сумме площадей вот таких квадратиков. Понятно, что когда фигура была прямоугольник, это было достаточно просто. Как вот здесь написано, надо перемножить величины сторон и получить площадь этого прямоугольника. Когда речь шла о треугольниках, все было чуть посложнее, но все равно можно было посчитать, потому что, например, площадь вот такого прямоугольника равняется сумме двух прямоугольных треугольников. Ну и понятно, что площадь треугольника, тогда это половина площади прямоугольника, и люди достаточно легко это понимали. Ну а когда люди научились считать площадь прямоугольного треугольника, можно было посчитать вот площадь любого треугольника, разбив его на два прямоугольных. А это позволяло им, например, считать площади, ну как говорят в те времена, когда разливался лим, нил и заливал вот те площади, которые они там возделывали. Ну после разлива лима все границы стирались, надо было опять восстановить, причем восстановить так, чтобы площадь посевов, принадлежащего одному владельцу и другому владельцу, они в общем оставались такими же, какими были раньше, и поэтому вот эти знания были безусловно нужны. И, собственно говоря, говорят оттуда-то и появилась эта наука геометрия. Собственно говоря, перевод этого слова как раз и означает измерение Земли. Гео – это Земля, метрия – это мерить, геометрия. Вот так это, говорят, все рождалось. В те времена у людей уже были достаточно большие знания. Например, люди умели считать площадь вот такого круга. Ну правда приблизительно. То есть, если вы не знаете, или кто-то из вас опять же знает, что отношение длины окружности этого круга к диаметру, есть величина постоянная, это там такое знаменитое число. И это число, вот люди, они его тоже знали, хотя говорят, вот знали приблизительно. Вот такие формулы в древних текстах математических встречались. Сейчас это число немножко другое. Это вот знаменитое число π. Но если вы посмотрите на то значение, которое люди знают сейчас, и то, которое они приблизительно знали в те времена, в общем, это достаточно близкие величины. Это говорит о том, что люди, в общем, достаточно хорошо вот эту область науки знали. Единственная проблема, которая с нашей точки зрения сейчас стояла в те времена, она стояла в том, что люди хоть знали, вот что-то знать они знали, но они плохо себе представляли, что такое доказать то или иное утверждение. Вот доказать, что площадь треугольника, вот можно посчитать по этой формуле, которая там где-то появилась. Люди знать эту формулу знали, а вот доказать ее, что это была целая проблема со словом «доказательство». Вот то, что здесь вы видите на слайде, это иллюстрация того, как люди понимали это слово «доказательство». Например, давайте я сам посмотрю на эту картинку, и эта картинка взята со стены одного из древнеиндийских храмов. И гласит она приблизительно следующее, что если вы возьмете вот такой круг, разобрете его на такие сектора, эти сектора вы выстроите вот таким образом, то легко понять, что площадь этого круга будет равняться площади вот такого приблизительно прямоугольника. Ну а это вот такое утверждение, то есть площадь этой круглой фигуры можно считать равной площади этого прямоугольника. А в качестве доказательства на стенах древнеиндийского храма было написано слово «смотри, все понятно». А вот почему они писали на стенах храмов вот такие формулы? Вот сейчас же так не пишут. Почему вот они вот так делают? Как вы думаете? Как вы сами это можете объяснить? Почему именно на стене храма вот такие формулы, достаточно сложные, они считали необходимым сделать? Ну, во-первых, это было знание... А может, мы спросим у детей? Зададим этот вопрос. Я так понимаю, что это было важно, и от этого, судя по тому, что они были сложные, и они были важные... И это не считалось оскорблением храма, да? Ну, это как бы... Они считали, что это... Очень важно для их жизни, для понимания этой жизни... Так, нет? Вы знаете, я не знаю... Вот еще есть вариант ответа. Я согласен. Пожалуйста, да. Я смотрела в книгах то, что египтяне, они некоторые события в своей жизни записывали в храмах. Я думаю, что они, пример доказательства, не записывали на храмах, потому что... Ну, чтобы не потерять. Ну, такое еще есть объяснение, да? Идем дальше? Очень много желающих. Да, ну, еще вот один вариант ответа. Вот я думаю, то, что вот они писали, вот для того, что вот некоторые люди все равно же мимо них проходят, и если они знают это, то они повторяли, а те, кто не знают, они посмотрели и узнали. То есть это способ обучения, в том числе и способ обучения. Вы знаете, спасибо вам всем за это. На самом деле, для меня это тоже, в общем, вопрос, точно так же, как и для вас. И у меня был там какое-то свое мнение по этому поводу. Я вас уверяю, что ваше мнение расширили мое представление о том, как можно было ответить на этот вопрос. На самом деле, все ваши ответы действительно... Хорошая аудитория у нас. Да, и имеют смысл. Для меня это, в общем, действительно тоже полезно. Так вот, проблема была, вернее, эту проблему, говорят, осознал человек, которого звали Аристотель, великий и могучий философ. Проблема состояла в том, ну вот надо же как-то все... Ну, в общем, мысль Аристотеля сводилась к следующему. А давайте мы не все будем воспринимать вот как очевидное. Вот это для нас очевидно, еще что-то очевидно, еще что-то очевидно, еще что-то... Давайте вот этого очевидного все-таки сократим. Возьмем некоторое утверждение, небольшое число, в качестве тех утверждений, к которым мы верим, а все остальное все-таки будем получать с помощью логики. Вот идея Аристотеля сводилась именно к этому. Почему надо было доказывать с помощью логики? Ну, потому что вот в науке были известны так называемые геометрические иллюзии. То есть кажется одно, а на самом деле это что-то там другое. И поэтому вот... А если вы логически докажете, то это означает, что вот все-таки это доказали, и там это... Вот понятно, что вот этот человек не стоит на вот этой бутылке. Утверждение о том, что он стоит, вроде бы вот видно, что стоит, а на самом-то деле мы понимаем, что не стоит. Да? У вас... Просто бутылку поставили, а человек стал так, чтобы было видно, как будто бы он стоит на самом деле на этой бутылке. Ну, понятно, да. Вот эти и есть. Оптическая иллюзия. Оптические иллюзии. И, в общем, эту мысль в области геометрии реализовал человек, которого звали Евклид. Если кто-то из вас доучился до седьмого класса, то он, наверное, эту фамилию уже слышал. Да. Этот человек действительно попытался вот эту мысль реализовать. Давайте все-таки возьмем несколько утверждений, будем их воспринимать без доказательства, назовем их постулатами, аксиомами, там по-разному это было в свое время. А вот все остальное будем доказывать вот в том смысле, что с помощью логики извлекать такие следствия из этих утверждений. И по этим книжкам, которые написал, их там было 13, сейчас их назвали бы главами, там, какого-то учебника по математике. Вот по этим книжкам люди учились, ну, приблизительно, там, 2000 лет. Не очень давно эти книжки там усовершенствовали, и теперь вы учитесь уже в школе по другим немножко книжкам, но свое начало они берут как раз и в Клига. За вот эти 2000 лет, которые прошли с тех пор, как он их написал, в его рассуждениях люди нашли некоторые недостатки. грубо говоря, какие-то постулаты были лишними, их можно, оказалось, что их можно доказать из других исходя. Каких-то не хватало, добавили. Но там был один постулат, пятый, так называемый, он был самый последний, он появился достаточно поздно в этих книжках, рассуждал о том, что там вот вот эти вот прямые пересекаются с той стороны, где сумма вот этих углов там меньше двух прямых. В общем, сложное было утверждение, его потом заменили на более простое, вот на такое, на аксиому параллельности, которую вот вы, если вы семиклассники, то вы, наверное, уже это утверждение слышали в качестве аксиомы. Но идея состояла в том, что были люди, их было достаточно много, которые думали, что вот этот пятый, последний постулат, он все-таки, наверное, следует из остальных. И было много людей, которые пытались этот постулат доказать. То есть сказать, что это не постулат, а просто какая-то там теорема, которая следует из остальных. Такие попытки предпринимались долго, часто. Некоторые люди, вот один из которых, вот Сакери, про которого вот здесь вот написано, он всю жизнь на это положил, пытаясь этот факт доказать, и доказать, к сожалению, приводил какие-то утверждения, публиковал их. Но потом другие люди показывали, что в этих рассуждениях есть ошибки. Ну и вот тут появился человек, наверное, вам известный, Николай Иванович Лобачевский, который... Давайте мы спросим, кто знает что-нибудь хотя бы о Лобачевском? Пожалуйста. Знаменитый ученый, который из... Кто он? Геометр, математик. Кто он такой? Ну, математик. Так. А еще что о нем известно? Ну, что он шел прямо с севера в Москву, чтобы там... Лованосов? Это не тот был, да. Знает ли кто-нибудь из этой умной аудитории связан ли Лобачевский с Казанским университетом? Он построил Московский университет. С Казанским университетом связан? Вот, 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 пожалуйста. Так, Тимур. Он был архитектором Казанского университета. Ну, можно кое-что сказать. Он действительно спроектировал кое-что в Казанском университете. Ну, да, он строил Казанский университет. Вот, вот, библиотека была выстроена по его проектам, чертежам. А еще что? Родители, крикните кто-нибудь, кем был Лобачевский для Казани? Ректором Казанского университета. Студентом. Учился в гимназии при Казанском университете. Студентом Казанского университета. Стал ректором Казанского университета. Очень редко мы к помощи родителей прибегаем, но в данном случае, когда мы говорим о Лобачевском, ну, мы должны все знать, что Лобачевский был ректором Казанского университета, кем мы гордимся. И Казань, и наша страна, и весь мир гордится тем, что он был ректором Казанского университета, потому что он великий ученый, геометр, его знает весь мир. Вот я один только пример приведу. Помимо того, вот сказали, что он архитектор. Конечно, было бы замечательно, если бы он спроектировал Московский университет. Но, значит, все было по-другому, он несколько позже жил. Во дворе находится библиотека, старая библиотека Казанского университета. Вот там многое можно об этом рассказывать, но когда поднимаешься по лестнице с первого этажа на второй, вот как он интересно спроектировал эту лестницу, в начале ступеньки высокие, а чуть выше ты поднимаешься ко второму этажу, они меньше и меньше расстояния между ступеньками. Для чего это делалось? Для того, чтобы человек не уставал, когда он туда поднимается. Это одно из маленьких таких изобретений, которое мне запомнилось. А с этим зданием связано столько нововведений, чисто архитектурных, чем прославился, собственно, что Лобачевский как архитектор. Ну да, Лобачевский был человеком великим. Это человек, который первый понял, что помимо той геометрии, о которой говорил Евклид, и которую вы будете изучать в школе, могут существовать еще и другие геометрии. В общем, на самом деле, в этом было ничего удивительного. Вот посмотрите, пожалуйста, на проявление этой геометрии. Они отличаются тем, что вот этот пятый постулат или аксиома параллельности в геометрии Евклида там заменились на ее отрицание. И в этом смысле это привело к тому, что, например, если в обычной геометрии сумма углов треугольника равняется 180 градусам, то геометрии Лобачевского не равняется, но там меньше обязательно, чем 180 градусов. И, в общем, это положило начало... Этому человеку не верили, говорили, что это неправда. Были люди, которые его третировали. Но выяснилось, что именно он Казанскому университету дал, пожалуй, до настоящего момента больше, чем все другие. Именно с его именем связывают Казанский университет, когда речь идет действительно о Казанском университете и за границей какие-нибудь на конференции люди говорят, Казанский, ну, да, Лобачевский, конечно, это Лобачевский. В первую очередь действительно Лобачевский. Эта геометрия была необычная. Она не такая, к которой мы привыкли. Но, в общем, люди со временем разобрались. Вот тут ради правды надо сказать, что помимо Лобачевского в этой области работали и другие люди. И вот, например, Яныш Баяй, это венгр. И венгры считают, что он тоже открыватель этой самой неевклидовой геометрии, или сейчас ее называют геометрией Лобачевского. И действительно, он приблизительно в эти же годы работал в этой области. Понятно, что он в те времена не был интернета, и поэтому он о работах Лобачевского не знал. Понятно, что он независимо это все сделал. Так что, пожалуй, эту геометрию, наверное, можно было назвать геометрией Лобачевского и Баяя. Кроме того, там в те времена работал знаменитый Гаусс, про которого вы тоже слышали, и который тоже, говорят, приложился в этой области, хотя и не публиковал там никаких работ. Суть этой геометрии, собственно говоря, состояла вот в чем. Ее достаточно легко понять. Если вы что-то знаете об обычной геометрии. Ну, в общем, на самом деле, вот посмотрите на те рассуждения, которые тут приведены. Дело в том, что в обычной геометрии прямая определяется достаточно легко. Это как вот некоторая линия, которая задает кратчайшее расстояние между двумя точками. Правильно? А вот если речь идет не о такой обычной геометрии, не о плоскости, а, например, о сфере, то там кратчайшее расстояние между точками на сфере задает уже непрямая. На сфере это кратчайшее расстояние дает вот такая дуга большого круга, говорят. И если параллельные прямые на плоскости это те, которые не пересекаются, то на сфере вы таких не сумеете построить. Вот этих вот дуг большого круга двух не существует, которые не пересекаются. И в этом смысле вот если рассматривать геометрию на сфере, то тогда действительно любые линии обязаны, ну, те, которые можно назвать в кавычках прямыми, а их обычно называют все-таки не прямыми, а гетезическими, такое новое слово, они обязательно пересекаются. И в этом смысле, как выяснилось потом, Лобачевский действительно был прав. Дело в том, что геометрия Лобачевского это геометрия вот на такой поверхности, она называется псевдосфера, и тут действительно есть несколько прямых, которые не пересекают какую-то одну и проходящую вот эту через другую точку. Вы помните, если вы, конечно, проходили уже, если вы учились в седьмом классе, то через точку, не лежащую на прямой, там проходит единственная прямая, не пересекающая данную. А вот в геометрии Лобачевского не единственная, а много. И вот люди со временем поняли, что геометрия вот на такой поверхности это действительно есть геометрия Лобачевского. Ну а потом появились люди, которые построили геометрию на любой поверхности. Первым человеком, который в этой области поработал, был Риммон, и теперь геометрия вот такого любой кривой поверхности называется геометрия Риммона. Дело в том, что эта история со временем вылилась в целую науку уже не геометрию. Со временем люди, которые описывали гравитацию, которая, в общем, главная сила в астрономии, этим человеком, который вот это придумал, был Эйнштейн, хотя, конечно, другие люди ему, безусловно, помогали, и он понял, что гравитация это на самом деле такая наука, которая вот эту гравитацию отписывает с помощью вот такого вот неплоского пространства, кривого. И вот все эти тела массивные, они притягиваются, потому что, не потому что между ними сила действует, а потому что пространство кривое. И это сразу привело к тому, что появились всякие экзотические объекты, про которые вы, наверное, слышали, которые называют черные дыры. Кротовые норы, черные дыры. Сейчас про кротовые норы скажу, а вот про черные дыры, да, вот. Вы, наверное, слышали. Одна, говорят, из таких черных дыр сидит в центре нашей галактики. Почему она там очень массивная? Ну, а вот, чтобы понять, что такое черная дыра, А мы сейчас спросим, что такое черная дыра, кто может сказать, пожалуйста. Это очень сильный объект, который притягивает даже свет. Так, еще, пожалуйста. Черная дыра – это объект с огромной гравитацией, поэтому он может притягивать фотоны. и фотоны уже оттуда не могут вырваться. Еще в черных дырах огромная сила гравитации, повторяюсь, и поэтому там время течет немного медленнее. Так, еще кто-нибудь принципиально новое добавит? Так, побыстрее, пожалуйста. Ну, черная дыра – это искаженное пространство, я бы сказал. Искажение пространства, которое втягивает в себя как бы неискаженное пространство. Так, ясно, спасибо. И вот два варианта ответа. Информация об объекте, который попал в черную дыру, не может быть восстановлена. Ух ты! Да. Достаточно ответов. Глубоко. Информация об объекте, который попал в черную дыру, да, действительно. Наверное, не может быть восстановлено. Черные дыры, они всасывают в себя все, что им попадается. Ясно. Достаточно. И еще там они могут они могут это как бы передвижение между пространствами другими галактиками. Ну, того, что сказано, уже достаточно для какого-то обобщения. Но, может быть, даже со временем вы узнаете, что черные дыры, они в некотором смысле излучают. Вот тут недавно умер такой великий ученый, которого звали Стивен Хоукинг. Ему принадлежит открытие того, что черные дыры излучают. Излучают очень слабо. Это на квантовом уровне. Это очень слабые такие эффекты. Но, тем не менее, в силу вот такой своей экзотики, они немножко могут излучать, и при этом их масса может уменьшаться. Но это совершенно такая полная картина, такая сложная. Но, тем не менее, Хоукинг вот в связи с этой в основном работой, ну и рядом других работ, стал человеком великим. Это вот тот дяденька, которого вы, наверное, видели по телевизору, который сидит в коляске и двигает... Они о нем слышали на прошлой лекции. Фактически только там глаз, да. Хотя я его несколько раз слышал на конференциях. Вот здесь вы должны... Вот для того, чтобы создать черную дыру, как написано вот здесь под этим слайдом, вещество надо очень сильно сжать. Вот землю надо сжать до размеров горошинки, чтобы она превратилась в черную дыру. Это сделать сложно, не всегда возможно, но некоторые звезды, когда у них кончается там вот это вот топливо, которое их поддерживает в таком состоянии, когда они излучают, когда вот оно выгорает, это топливо, вот эти звезды могут превратиться в черную дыру. Вот этот слайд демонстрирует, что вот эта гравитация... А фактически ведь это геометрия. Такая вот искривленная, то есть это геометрия такого кривого пространства. Это приводит к тому, что если на пути некоторого луча, который идет от далекой звезды, от далекой галактики, стоит некоторый вот такой массивный объект, то этот объект может искрить путь этого луча, и вот это люди научились замечать. То есть вот этот эффект они померили. Вот на этом слайде показано, как вот такие тяжелые объекты действуют, как гравитационные линзы. То есть свет, который идет из-за них сзади, попадает к нам. Для него вот этот массивный объект, который искривляет лучи, которые к нам идут, вот они вот... Вот видите, вот таким вот образом они могут искажаться. То есть на самом деле вот это кольцо, так называемое кольцо Эйнштейна, это свет от одной галактики. Хотя он вот так распределился по вот этой окружности. Такое бывает, когда у вас есть какая-то линза, и поэтому вот такие объекты тяжелые их назвали гравитационными линзами. Ну вот это вот тоже картинка. Она демонстрирует, как может вот этот тяжелый объект исказить свет, который идет вот от такой вот линии, которая здесь вот нарисована. Это звезды, находящиеся там в плоскости одной из галактик. Ну а дальше люди поняли, что сам Эйнштейн, когда стал рассуждать вот об этой своей новой науке, о новой гравитации, он считал, что наша Вселенная, та, в которой мы живем, она вот такая вся статическая, неизменная, потому что, когда вы смотрите на звезды, ничего с ними не происходит фактически. Ну единственное, что Земля вращается, и поэтому они по нашему небосклону сдвигаются. Поэтому Эйнштейн считал, что вот она такая статическая, статическая, статическая. А потом выяснилось, что это не совсем так. Дело в том, что люди научились мерить скорость галактик, вот этих далеких объектов, которые стали называть галактиками. А измерять скорость их приблизительно стали так, как вот сейчас камеры, стоящие на дороге, мерят скорость автомобиля. То есть там свет, который от них идет, если автомобиль от вас удаляется, то вот там этот сигнал, он немножко изменяется, и это можно определить. Вот таким же образом приблизительно определили, что галактики, все галактики от нас удаляются. Причем чем дальше они от нас находятся, чем быстрее удаляются. И вот это тоже было проявление этой новой науки геометрии. Выяснилось, ну вот эта картинка, она еще сложнее. Эта картинка говорит нам с вами о том, что на самом деле сейчас люди не знают, из чего состоит вещество в нашем мире. То есть мы с вами знаем, из чего состоит процента 4 вещества во Вселенной. Все остальное мы не понимаем. Вот 30 лет назад, когда академик Зельдович там выступал на одной из конференций, на которой я был, он говорил, мы знаем все, пора в школьные учебники вносить наши знания. Вот Вселенная устроена вот так, вот так, вот так. И вот прошло эти 30 лет, и теперь я сам стою на какой-нибудь конференции и понимаю, что мы почти ничего не знаем. Мы знаем очень мало о том, как устроена наша Вселенная. То есть большая часть вещества в нашей Вселенной это вообще непонятно, что такое. Ну и наконец, полная экзотика, о которой я хотел поговорить, поскольку вот этим предметом я сам занимаюсь. Это так называемые кротовые норы. Хотя у меня есть знакомый академик, который говорит, что он не верит, что они существуют, но поскольку мы очень мало знаем о том, как устроена наша Вселенная, говорить совсем так утвердительно, что вот их нет, я бы не стал. Хочется верить, что они есть, эти кротовые норы. Кротовые норы – это нечто, то, что позволяет вам быстро, допустим, куда-то добраться. То есть вот если обычным образом вы можете путешествовать вот от этой точки до этой, вот таким путем, то через кротовую нору вы можете добраться достаточно быстро. Вот зайдите вот на этот сайт и попробуйте сами погулять по этой кротовой норе. Может быть, вы видели фильм, который называется «Интерстеллар». Там вот такая вот иллюстрация есть, когда космонавт на космическом корабле, проходит через вот эту кротовую нору, попадает в другую там часть Вселенной, может там попутешествовать. И вот этот объект, кротовые норы, он именно для этого как раз наиболее привлекательный для нас. Вот есть ли возможность быстро-быстро путешествовать в далекие части нашей Вселенной. Объект тоже геометрический в некотором смысле, а вот для того, чтобы он существовал, нужно вот это вот экзотическое вещество, а свойства этого вещества привлезли такие, как то вещество, про которое мы ничего не знаем, где находится во Вселенной. Спасибо. Давайте поаплодируем Аркадию Александровичу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова